Данная международная конференция была посвящена 25-летию Конституции Кыргызстана, 80-летию парламента страны и 70-летию всеобщей декларации прав человека. В своей речи глава государства Сарумвай Джейнбеков отметил, что проведением сегодняшней конференции при поддержке ООН мы еще раз доказываем, что в нашей стране всегда уделялось большое значение защите прав человека. И наш главный закон и деятельность парламента исполняют свои функции через призму защиты человека. Я верю, что конференция станет плодотворной площадкой для обсуждения многих вопросов, сказал глава государства, отметив, что всеобщая декларация прав человека представляется одним из самых значимых документов для всего мира, пережив две мировые войны. Субтитры создавал DimaTorzok Защита прав человека была и остается основной обязанностью нашего государства, сказал президент Сарумвай Джейнбеков. Также он заявил, что Кыргызстан всегда выступает против тех, кто, прикрываясь различными политическими и религиозными лозунгами, лишает человека жизни, наносит вред здоровью людей и калечит их. Мы решительно осуждаем насилие, поддерживаем совместные действия мировой общественности, направленные против экстремизма и терроризма, сказал президент, отметив при этом, что Кыргызстан придает большое значение справедливости судов и прозрачности судебных разбирательств. Кыргызстан, Акыргы, Мезгилдя, Усул Бағыттар бойынца, Ческенді, Иштерді, Баштады. 2019-й годы Соттық Укуқтық Реформанын, Практикалы Гетавыжына Укуқтық Нормаларын Негізінде, Жасауыз, Башталады. Соттық Реформанын, Соттық Реформанын, Соттық Реформанын, Соттық Реформанын, Практикалы Гетавыжына Ууанara Гетавыжына Укуқтық Нормаларын Негізінде, Жасауын, Башталады. В этом году в Соромбай Джейнбеков выразил благодарность парламенту, отметив, что они сыграли историческую роль в осуществлении конституционных реформ, уточнении норм основного закона. Ну а турагодел Кенеша Дастамбек Джумабеков, выступая, отметил, что декларация является основой по развитию укрепления прав человека. Если мы не обеспечим их выполнение, то мы не можем продвигать дальше демократию и провозглашать права человека, отметил спикер. Новая редакция Конституции, а также все нормативные акты и кодексы, которые вступят в силу 2019 года, основываются на декларации. Введение суда исполнительного документа, а также гуманизация исполнения наказаний, все эти документы являются основными. Результатом всего мы вводим институт пробации. Все эти документы помогают решать такие вопросы, как досудебные действия, судебные разбирательства, исполнение решения. На сегодняшний день проводятся подготовительные работы в соответствующих органах. Ну а председатель Верховного суда Гульбара Калиева отметила, что провозглашенные во всеобщей декларации основные права человека нашли свое отражение в нашей Конституции. Она сообщила, что новое законодательство соответствует всем международным стандартам. Задача эффективной защиты прав человека носит общенациональный характер, поэтому всем государственным органам и должностным лицам необходимо придерживаться соблюдения международных стандартов в области прав человека. Кыргызстан, став участником международных договоров по правам человека, принял обязательство соблюдать их и представлять доклады о выполнении упомянутых договоров по правам человека. Для Кыргызстана слово «право» – это не просто слово. Вся наша история суверенного Кыргызстана связана с борьбой за защиту прав человека, отмечает депутат Наталья Никитенко. Ну а омбудсмен страны Тухон Мамытов отметил, что для того, чтобы страна по вопросам прав человека поднялась вверх, ими проводятся все необходимые работы. Произошедшие революции, происходящие очень сложные события в обществе, когда приходилось отстаивать свободу слова, свободу собраний, защищать права журналистов, правозащитников, отчасти политических деятелей. Все это борьба за достижения общества, где уважаются и соблюдаются права человека. Поэтому наша страна своей историей и даже человеческими жизнями доказывает, что для нас это важный вопрос. Свидетельствует о том, что мы стараемся, чтобы в области прав человека вопросы наши двинулись вперед и поднялись на качественно новый уровень. И надеюсь, что это только начало, и я думаю, что с этого дня мы можем сказать так, что Кыргызстан в лице ее парламентского контроля, который за правами человека, который осуществляет институт Омбасмана, сделал первый шаг в направлении, чтобы из группы Б перейти в группу А. Да, это очень длительный процесс, но мы будем стараться. Конференция прошла в формате пленарных сессий. По итогам все ее участники отмечают, что она позволила высказать открытое мнение о болезненных вопросах нашего общества. Это само по себе положительный фактор, отметили они. Продолжение следует...